Дорогой Николай Петрович, Михаил Геонидович, дорогие коллеги! Цель моего доклада сегодня, который носит в основном обзорный характер, изложить состояние современных подходов к эволюции сюда, еще ближе, но если только проглотить. К исследованию эволюции молекулярных механизмов синаптической передачи. Синаптическая передача обеспечивает многообразные функции нервной системы. Без этого ее не могло бы быть. Она создает условия для взаимодействия нейронов. И поэтому, когда ставится вопрос о... Переводить можно? Когда ставится вопрос о том, каким образом можно исследовать то, как в эволюции меняется синаптическая передача, главное, как она появилась, что в ней консервативного, и что в ней может быть лобильного, и может эволюция организма каким-то образом меняться, для этого в настоящее время можно использовать два основных подхода. Но это подходы не только, естественно, эволюционной физиологии, это подходы практически всей физиологии. Это сравнительная геномика, потому что мы ищем следы того, что происходило, от чего произошло, и сравнительная протеомика. Это когда мы ищем комплекс белков, обеспечивающих ту или иную функцию, и разбираемся в том, как они произошли, и как они, видимо, изменялись. Ну, естественно, что эволюционная физиология должна, по-видимому, впитать эти... и воспользоваться этими обоими подходами. Мой доклад будет основан на примерах, примерах, которые касаются одного только вида синаптической передачи. Это глутамотергическая синаптическая передача. Ну, во-первых, потому что похоже, что она с этой точки зрения изучена более подробно. Ну и кроме того, я около 40 лет работал в этой области, она мне близка. Итак, что нужно для того, чтобы возникла глутамотергическая передача? Для этого необходимо, чтобы уже существовал набор генов, которые могут транскибировать белки, необходимые для того, чтобы работал синапс. А синапс – это структура, которая требует большого количества белков для обслуживания этого механизма. Ну, достаточно сказать, что протеом мыши содержит порядка 1500 белков. А просинаптический протеом – это постсинаптический. А просинаптический – несколько сот белков. Это все то, что абсолютно необходимо для того, чтобы сигнал с помощью медиатора был передан от одного нейрода к другому. Естественно, что это не возникло само собой и не было дано нам в виде комплекта белков Господу Богу. И так возникают вопросы. Когда и как возник синапс, который обеспечивает взаимодействие нейронов? Какие в ходе эволюции животного мира изменялись синаптические связи и как формировалась нервная система? Как варианты этих процессов привели к разнообразию нервных функций и обусловили возможности патологических проявлений? Как регулируется синаптическая передача? Мне кажется, что весь комплекс этих вопросов стоит и перед эволюционной физиологией тоже. Естественно, в докладе нельзя попробовать помочь ответить и рассказать то, что известно в качестве ответа на эти вопросы. Но тем не менее, прежде всего нужно сказать, что все то, что предшествовало синапсу, во всяком случае, на волекулярном уровне существовало. Об этом только что говорил Михаил Вениаминович на примерах других. Это, как сказать, модальная истина. Но необходимо себе представлять, когда и как это произошло. Как это наследство, имеющееся в геологическом мире, было использовано в процессе эволюции для того, чтобы возник синапс. Естественно, это могло произойти только тогда, когда появились нейроны. А когда они появились? Откуда? Они появились из клеток, эпителиальных клеток поначалу, из эпителиальных клеток эктодермы у некоторых многоклеточных животных или из одиночных клеток. И оказывается, что эти предшественники, ну, в качестве предшественников можно использовать простейших самых одноклеточные организмы. Они, как и говорилось тоже только что, что они способны экспрессировать достаточное количество рецепторов. Это вот у амемы глутаматные преимущества, только метамотропные. У него еще нету глутаматных ионотропных рецепторов. Это метамотропные гамка-рецепторы. Это значит, что вся машинерия этих метамотропных рецепторов у амемы уже существует для того, чтобы реализовать сигнал. Это инотропный P2X-рецептор, то есть пуриновый рецептор. И это протонактивируемые каналы, так называемые оси-каналы. У амемы в геноме есть практически все. В ней есть гены, которые могут, в принципе, привести к экспрессии и тех рецепторов, которые здесь не перечислены. Спрашивается, а где же эти рецепторы, где эти гены, и как их искать, и как их опознать. Вот здесь... Ну, я пропущу это. И здесь я хотел бы обратиться к очень мудрому высказыванию американского физиолога Криса Миллера, что необходимо искать эукаротические функции, глядя через прокариотные очки. То есть, надо искать у прокариот предшественники того, что мы знаем и видим. И действительно, это царство, прокариотное царство, оно обширно, обширно большим количеством представителей. И оно очень лабильное. Оно многообразно, именно потому, что оно существует давно и многократно менялось. Количество бактерий, которые природа создала от начала появления жизни, очень велико. И надо сказать, что сейчас биология широко использует эти сведения. Вот так называемый джинбэнк. Многие о нем слышали, некоторые им пользуются. Это собрание последовательных, собрание генов, тех геномов, которые к настоящему времени расшифрованы. Их многие тысячи. И в генбэнк обращаются исследователи ежедневно и по нескольку раз в день. Можно просто посмотреть статистику обращения в джинбэнк. И вот, что касается глутаматергической передачи, то здесь начало представления о том, что собой представляет глутаматный рецептор. А глутаматный рецептор это как бы на вершине. Вот если есть такой протеом из белков, которые должны обеспечить глутаматергический синапс, то на вершине стоит, по крайней мере, рядом с секреторным процессом должен стоять глутаматный рецептор. И действительно, когда обратились к этому генбэнку, то нашли некие структуры, которые напоминают аминокислотные последовательности глутаматных рецепторов позвоночных животных, беспозвоночных животных. И нашли некоторые структурные мотивы, которые могут напоминать узнающие участок глутамат связывающих белков. В результате была обнаружена некая бактерия, она называется Sinehostis PCC6803. Не важно, как она называется, а важно то, что когда выделили, воспроизвели тот белок, который могут экспрессировать гены этой бактерии, то оказалось, что это калий, калиевый канал, глутамат чувствительный, который активируется ионами калия. Пропускает ионы калия. Ну, в дальнейшем было понятно, каким образом, по-видимому, произошла трансформация этого калиевого, глутамат чувствительного калиевого канала в глутаматный рецептор, который, в общем-то, обладает ионным каналом, селективно пропускающим натрий и в какой-то мере кальций. Вот с этого, можно сказать, началось. Дальше, гренгеноструктурный анализ, который доказывает, действительно, идентичность некоторых основных структур, субъединичного состава этого рецептора, ориентации положения селективного фильтра и устройства глутамат-связывающего центра. Они практически, я показываю на свой экран, но у меня есть указка. отсюда не видно, работает она или нет. Нет, вот работает. Вот это глутамат, связывающий участки, а вот это вот структура самого канала. Вот таким образом, это один из примеров, надо сказать, что в современной нейрофизиологии, не только в других разделах биологии, таким отходом пользуются неоднократно, часто и достаточно успехом. Когда это стало известно, то есть, стала возможность искать соответствующие структуры у разных животных. Как на линии вторичных ротах, это значит, у позвоночных глутаматных рецепторов уйма, практически у всех позвоночных животных есть глутаматные рецепторы, они есть и у без позвоночных, это насекомые, это моллюски, и даже в царстве растений, это уже совсем другое, это уже, так сказать, другая сторона планеты, тоже можно найти глутаматные рецепторы. И вот вы здесь видите, это классическое растение, которое используется ботаниками и исследователями растений, так же, как используется, скажем, в наших условиях дрозофила, это буквально, это дрозофила для растенийонов. Здесь несколько глутаматных рецепторов, они, может быть, и не выполняют сигнальные функции, там нету синапсов, как таковых, но это сигнальные молекулы, которые влияют на жизнедеятельность этого растения. И там можно найти аналог, что важно для дальнейшего разговора, НМДА-рецептор. НМДА-рецептор, о котором вы многие знаете, которые вы, многие из них, используют его как некий компонент физиологических функций, так вот этот НМДА-рецептор может быть найден у растений. Что же дальше? А дальше нужно понять, когда же появился синапс. Ну, что касается появления синапса, то его возраст можно определить с точностью до 50 миллионов лет, до 50 миллионов лет в другую сторону, но более или менее точно в штабах этой шкалы. он появился тогда, когда произошли две дубликации генома. Это то, что называется холм геном дупликашн. О них уже говорил Михаил Леонидович. Это действительно революция в революционном древе. При этих двух дубликациях появились возможности для огромного удожения числа новых организмов. Отсюда через некоторое время сразу же вскоре появились и позвоночные, то есть наши с вами предки. Вот здесь уже можно сказать появилась некая структура, которая обладает очень важными свойствами. Дальше А дальше это собственно я пропущу эти слайды, потому что они только демонстрируют где это было на филогенетическом древе. Каким образом это происходило? Ну вот если я могу вернуться назад, я не знаю как это тут сделалось, это наверное так. это происходило именно благодаря это уже это но. Это происходило не буду показывать, это в общем-то люди, которые хоть маломальски знают современные, даже не современные, а просто генетику, представляют себе, что такое дупликация и что такое версификация. Это значит, что появляются новые гены. Появляется остается ортолог, остаются старые гены, появляются прологи, парологи, новые гены. Они подвергаются мутации и таким если это сохраняет отбор, то тогда действительно будут новые гены и соответственно могут быть новые белки, что очень важно. И надо сказать, что вот то, как это происходило и что какие глутаматные рецепторы стали появляться непосредственно до этих дупликаций и после, это очень важно, потому что будет тогда понятно, от кого мы произошли. И сейчас очень большая дискуссия, которые посвящены по несколько конференций в год, выпускается по несколько номеров журналов, в частности Трансакшнен Философикал Сосайти Лондон, которые посвящены только одному вопросу. Мы произошли от грибневика или от губок? Ну, сходится благодаря именно исследованию того, как можно увидеть глутаматные рецепторы, потому что мы не от губок. Ну, это хорошо, потому что грибневик это мощный и достаточно умный хищник, а губка синячая и, наверное, в интеллектуальном отношении гораздо слабее. Так вот, вы видите, что один из выводов, не выводов, признаков того, что эволюционная физиология работает. Она работает даже, она важна для тех, кто занимается систематикой. Можно под этим функциональным признаком опознать, что происходило с генами, каким образом происходило разделение генов и каким образом происходило появление новых структурных признаков. Я остановлюсь на рецепторах. Это очень важный рецептор, который принимает участие в самых разных хридологических механизмах и очень активно. И это рецептор, который имеет много молекулярных форм. Это НМД рецептор, состоящий из четырех субъединиц. И очень важно, какие вот эти вторые субъединицы входят в этот тетрамер. Они отличаются некоторыми признаками, но у них у всех примерно одинаковая кальциевая проводимость, но у них разные свойства в том смысле, что они по-разному вовлечены в разные физиологические функции. Во-первых, существует разница между первичной ротами и вторичной ротами. У всех вторичной ротах действительно четыре субъединицы, могут быть они два дуплета, значит, может быть набор из разных субъединиц. Что касается беспозвоночных, то там только один тип второй субъединицы. Кажется, ну, какое-то имеет значение. А имеет значение вот почему. Потому что вторая субъединица отличается тем, что у нее очень важный сигнальный конец внутри клетки. Значит, вот здесь можно показать структуру, значит, то, что рецептор имеет, он имеет уздающий участок, он имеет то, что относится к каналу, и он имеет у позвоночника достаточно длинный внутриклеточный хвост. И этот хвост служит мишенью для целого ряда внутриклеточных воздействий. И более того, этот хвост управляет целым рядом тех каскадов, которые важны для клетки. Было выяснено, что если у мышей провести мутацию и лишить вторую собединицу этого хвоста, то этих мышей нельзя воспроизвести долговременную потенциацию. Эти мыши очень тупые, их очень трудно обучать. Отсинда вывод, что очевидно роль эндарецептора не только в том, что он пропускает внутрь кальций, не только, а еще и в том, что его С-конец второй собединица обладает некоторыми реакционными возможностями, которые позволяют ему вмешиваться в самые разные каскады, происходящие в клетке. Возникла проблема, просто переполох. Дело в том, что апрезии, которая является классическим объектом для исследования на беспозвоночных памяти, обучения, я напомню, что в 2000 году за эти работы Эрик Кандель получил Нобелевскую премию. Это классические опыты, а вот вторую собединицу там не находили, это вызывало большое недоумение. Но в 2013 году вышла работа, которая показала, что действительно у апрезии есть вторая собединица. Таким образом, это еще как бы сбоку или снизу подкрепило идею о том, что вторая собединица и ее сигнальный конец играет важную роль в целом ряде поведенческих реакций. И надо сказать, что у систематиков и у физиологов появился такой термин «meheral repertoire», то есть поведенческий репертуар, о котором можно судить о том, в какой мере этот поведенческий репертуар коррелирует с структурами глутаматного рецептора, именно NMDA-рецептора. Ну, вот это как раз апрезия, это другой моллюск, который был использован для этого анализа. Вот этот хвост субъединица NMDA-рецептора, и вы видите, что действительно он связывается со многими белками. была поставлена очень красивая работа, у меня не так много времени, но я все-таки о ней смогу рассказать. Это работа, которая еще раз показала роль этого С-конца, и именно второй субъединицы. Вот разделение на, знаете, NMDA-типа, NMDA-вторая единица, A-типа, B-типа, они разные, и надо сказать, что их функциональная физиологическое значение тоже разное. Это прослеживается в нормальных реакциях, это прослеживается в патологии, и для патологии это тоже важно. Так вот, был поставлен такой эксперимент, когда взяли и удалили экзоны, экзон, конкретные экзоны субъединицы, субъединицы А и субъединицы Б. Затем воспроизвели, значит, сделали так называемый knock-in, не out, а in, и таким образом получили мышей у одних только вторая субъединица, вторая субъединица типа А, у других только вторая субъединица типа Б. Выяснилось, что у них разное поведение. Они одинаково обучаются, но у них разная реакция на тревожность, на страх, и у них разная моторика, у них целый ряд различий в поведенческих тестах. И вот тогда получается так, что вот эти изменения во второй А и Б субъединицах этого типа произошли очевидно где-то между первой и второй дупликацией. Только так можно объяснить то, что это разведено по-разному в разных типах экзонов. Я только в оставшееся время я его посвящу, хотя там много есть интересных примеров, других ролей изменений структурных в лутаматных рецепторах, которые генетически обусловлены, естественно, которые привели к различиям функций. Но вот важно еще обратить внимание на то, что НМД рецепторы часто возникают при рассмотрении целого ряда патологических состояний. Вот здесь они перечислены, я не буду их читать, этот список очень длинен, но здесь все практически важные нервные заболевания, и не только и наследственные нервные заболевания, и во всех этих случаях при анализе доходят, во-первых, вовлеченность в лутаматных рецепторах, во-вторых, вовлеченность в сумменицы B, главным образом NR2B, и у всех у них можно преследить путь от того, что у них экспрессируется та или другая сумменица, к тому, что возникает патологический процесс. Это делается на моделях. Важна еще сторона этого тела, которая заключается в том, что в последнее время все больше и больше внимания обращает на то, что есть синаптические рецепторы, синаптические это те, которые непосредственно под тем окончанием, которое секретирует глутамат, и экстрасинаптические рецепторы, которые находятся рядом вне зоны, с прямой зоны синапса. И выясняется, что, во-первых, здесь предполагается, но уже теперь достаточно много есть аргументов в пользу, что это так, что эти экстра- и синаптические рецепторы относятся к NMDA-рецепторы, относятся к разным типам, что в центре преобладает NR2A субъединиться, а на периферии NR2B субъединиться. А вот связи, дальнейшие внутриклеточные связи этих двух субъединиц ведут к разным белковым комплексам. Одни из них считаются, что они препятствуют апоптозу, это вот этот путь, а это все ведет к ядру, а те, которые идут от экстрасинаптических рецепторов, они как раз способствуют апоптозу. и поэтому строится вот такая рода кривая, что тоническая, небольшая концентрация глутамата в области самого синапса, она поддерживает структуру, она поддерживает нормальную функцию, она поддерживает нормальное действие глутамата. И это зависит от дозы. Малая доза помогает. А для экстрасинаптических рецепторов, вот они обозначены красным, уже малые концентрации глутамата оказываются подавляющими функциями, которые могут приводить к патологии. Надо сказать, что эта схема встречена в штыки в начале, но сейчас все больше и больше экспериментов и анализов на патологических моделях патологических состояний, которые говорят, что очевидно это вполне возможно. Ну вот, например, роль 26. Роль этих рецепторов для того, чтобы возникала болезнь хондинтона. Этот хондинтин способен менять соотношение субъединиц синаптических и экстрасинаптических. То же самое относится и к шизофрении. Хотя здесь ситуация сложнее, потому что не буду сейчас занимать это время, но там есть прямое действие белков амилоида на сами рецепторы. И кроме того, там есть регулирующее влияние белков амилоида на экспрессию субъединиц НМДА-рецепторов и то и другое. Еще более сложная ситуация при анализе участия этих НМДА-рецепторов при паркинсонизме. Во-первых, это главным образом направлено на стриатум, на внутренние отношения с стриатуми. Это направлено на регуляцию дофамидергической передачи, поскольку глутамат способен либо подавлять, либо усиливать эту дофамидергическую секрецию и, соответственно, роль в организме. Ну, я ничего не говорю о том, что есть содружественная еще эволюция. Ведь синапс, он, две его части, то есть секреторный аппарат и постсинаптический аппарат, они не могут существовать нормально без глии. И на самом деле существует понятие трехчастного синапса. И эволюция глии происходит содружественно с эволюцией функций самого синапса. В разных животных на линии первичной ротах, на линии вторичной ротах это все проявляется. Ну, я не буду зачитывать это заключение, она носит скорее общий характер, а я хочу несколько слов сказать по поводу той дискуссии, которая здесь возникла. Есть ли новые разделы у эволюционной физиологии? Ну, действительно, есть эволюционная физиология, которая рассматривает пилогенез, рассматривает онтогенез и рассматривает патологические состояния. Так вот, подходы молекулярные и подходы геномные, а генетические, они, по-видимому, имеют смысл для всех трех этих направлений. И из того материала, который я сегодня привел, это вроде бы так и получается. Можно с помощью знания о том, как и когда появлялись те или иные латоматные рецепторы, заниматься систематикой, можно заниматься исследованием их функций для разных совершенно органов и систем, и это, несомненно, имеет большое значение для онтогенеза. А в заключение мне хочется привести слова Пастернака, которые, по-моему, к нашему собранию и к нашим судьбам и разговорам о том, а какова же эволюция эволюционной физиологии, я пользуюсь термином, который использовал когда-то несколько лет тому назад, на точе, назвав так свою статью. Но действительно, эволюция эволюционной физиологии, она как раз и направлена на то, чтобы мы дошли до сущности прежних дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. И именно молекулярный подход позволяет идти этим путем. Это не новый раздел эволюционной физиологии, это необходимые подходы для ее дальнейшего развития. Спасибо за внимание. Ровно 30 минут. Спасибо большое. Коллеги, давайте выделим время для одного короткого вопроса, если есть. Да, Михаил Ведеминович. Если есть желающий, я не претендую, потому что я что-то много говорю. Лев Герч, а вот скажите, пожалуйста, опять, если возвращаясь к филогенезу, как к инструменту изучения, вот были ли какие-то задачи, которые были решены с помощью этого подхода, и которые сегодня не могли бы быть решены с помощью современных экспериментальных молекулярно-биологических подходов и так далее. То есть, есть ли уникальность этого подхода в решении каких-то задач? В том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что этот подход направлен как на филогенез, так и... В том-то и дело, что этот подход позволяет нам лучше понимать филогенез, а знание филогенеза это не только повышение уровня нашего зоологического сихотеобразования, это понимание того, как развивалась вся жизнь на Земле, какие изменения происходили у позвоночных и так далее. Вот в этом отношении, несомненно, этот подход полезен. Что касается болезней, любые новые данные о молекулярных предсечах патологических процессах, они очень важны. Они важны еще и для того, чтобы можно было создавать модели. Ведь нас не удивляет, что, например, моделью Альцгеймера это не только мыши, это и дрозофилы. Даже на дрозофилах ставят эксперименты, используют эту модель для того, чтобы вывести целый ряд процессов, лежащих в основе патогенеза Альцгеймера. Почему? Да просто потому, что можно получить много мутаций, можно получить очень много поколений. И это хороший экспериментальный прием. Далеко ли это до понимания сути болезни Альцгеймера или получения новых лекарственных веществ? Я думаю, что далеко. Но этот путь не тупиковый. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо всем. Спасибо.